всем привет с вами hi english и александр бандаренко сегодня мы делаем быстрый тест номер 8 quick test number eight учебник english file уровень pre-intermediate 4 новое издание начинаем как обычно с грамматики grammar tick a b or c to complete the sentences нужно тикнуть выбрать вот тикнуть вот так сделать да a b or c i can't wait to see you то есть я не могу дождаться пока тебя не увижу i can't wait to see you то есть я ожидаю тебя с нетерпением i can't wait to see you я не могу дождаться чтобы тебя не увидеть как бы так дословно да но это означает то есть я жду тебя с нетерпением i can't wait to see you number one it's very hot would you mind you open the window opening the window to open the window well would you mind doing something after would you mind you need to use the gerund so it's going to be would you mind opening the window opening the window would you mind i don't mind would you mind so in this case use ing of the mind after i don't mind would you mind etc you need to use the ing ending would you mind i don't mind so this is the gerund the ing end of the verb is called a gerund number two i bought a new car just said he bought a new car has bought a new car had bought a new car so here we have a reported speech so reported speeches in the house прямая речь у нас i bought a new car я купил новую машину это present perfect почему present perfect мы используем потому что мы делимся новостью это news piece of news and it's something that happened result result i bought a new car i've bought a new car result so joe said что он купил машину то есть joe сказал что он купил новую машину из-за этого said мы делаем откат времен откат времен назад we have bought we are going to change into past perfect and the past perfect is going to be had bought so the correct answer would be had bought joe said he had bought a new car прямая речь i bought a new car трансфермируем прямую речь в непрямую речь используем sad и используем откат времен назад i've bought have bought present perfect поменяется у нас на past perfect number three in the uk to smoke is banned smoking is banned smoke is banned in all public places these days в соединенном королевстве курение band за баня ну да запрещено во всех общественных местах в эти дни these days is banned смотрим что такое is banned есть запрещенный то есть курение есть запрещено be banned быть запрещенным is banned in the uk to smoke is banned или smoking is banned или smoke is banned правильный ответ здесь будет smoking is banned smoking is banned почему потому что smoking это this is a gerund это gerundi и он может использоваться как субъект предложения то есть субъект нам нужен и это запрещено субъект запрещен smoking is bad smoke это не субъект to smoke не субъект я могу сказать to smoke is bad to smoke is bad но я не могу сказать to smoke is banned to smoke потому что to smoke это как бы действие здесь а smoking это gerundi а gerundi имеет характеристики как субъекта как существительного в принципе да так и глагола то есть это курение и что делание курение здесь это субъект smoking is banned с это субъект я позначил нам дфу и июняст мейка комплейнт тебе нужно подать жалобу she said i could have to have to make a complaint здесь что мы смотрим у нас прямая речью нас мейка комплейнт тебе нужно подать жалобу you must ты должен you must make a complaint после must мы не используем to to здесь нет make a complaint запомните это словосочетание подавать жалобу make a complaint пожаловаться так теперь нам нужно откат времен назад сделать какое какое у нас время у нас модульный модальный глагол must есть таблички где написано как откатывается глагол если у вас был был меняется на будет что же делать если у вас маст если у вас маст то she said что я должен то есть маст мне нужно поменять на прошедшее время маст прошедшим не существует поэтому похоже на слово must это have to have to глагол have to must это модальный глагол я должен i must do it это то же самое что сказать i have to do it мне нужно это сделать то есть это аналог глагола must но этот аналог он используется прошлом времени так же как и в настоящем так же как и в будущем поэтому я скажу i had to я must откачу назад к прошлому времени но здесь must трансформируется и поменяется на had to почему так потому что must не существует прошедшем времени я использую аналог и его уже трансформирую past simple number five do you like working here тебе нравится здесь работа do you like working here he asked me if i liked if i did like if you liked working here so what do i have to pay attention to do you like working here he asked me so here we have past simple we have asked he asked me what if i liked if i did like if you liked в этом случае вам нужно he asked me он спросил меня и здесь у вас не вопрос у вас не вопросительное предложение you don't have a question so you need to use the direct order in the sentence то есть здесь нужно использовать прямой порядок слов предложения he asked me что он спросил меня ли if это как бы ли могу ли я if или нравилось ли мне работать здесь то есть нравится ли тебе do you like working here he asked me и и всегда вот в таких конструкциях he asked me if дальше like do you like это настоящее время а здесь мне нужно сказать прошедшем времени из-за этого ask я откат времен делаю назад у меня present simple меняется на past simple здесь не вопрос поэтому я использую утвердительную форму и будет if i liked будет ответ a if i liked if i liked запомнить запомнить запомните этот случай do you like working here he asked me if i liked working there кстати вот важный нюанс при откате времен мы here меняем на there видите было here здесь поменялось там он спросил когда он спросил то имеется ввиду уже там нет не здесь мы место поменяли как бы там там где он спрашивал there number six she's really good at remembering names she's really good at to remember names she's really good at to remember names то есть она реально сильна в запоминании имен good at at быть сильным в чем-либо after good we use the preposition at and good at terrible at excellent at remember this okay so she's good at after prepositions we need to use the verb with ing ending the gerund and the only the first option gives us this so she's really good at remembering names number seven when were you born когда ты родился when were you born это прямая речь so this is the direct speech we need to change нам нужно поменять the direct speech into the indirect speech на не прям косвенную речь where were you born здесь это не все так просто потому что где ты родился мы смотрим какое время какое время what is the tense in the direct speech so the tense in the direct speech is past simple so if we say she asked him when она спросила его когда мы поменяем past simple будем делать откат назад и мы куда откат назад сделаем некуда делать when were you born she asked him when he was born некуда нам делать уже past simple и так стоит поэтому she asked him when he was born when he was born не she asked him when was he born she asked him when you were born she asked him when he was born when were you born she asked him when he was born вот видите when were you born when were you born это passive то есть где ты был когда ты был рожден когда 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 when это когда when were you born number eight i asked past simple the shop assistant что сделать to help me to help me вот ask somebody to help somebody это то что нужно запомнить можете записать ask someone somebody to help ask to ask to help например ask to ask somebody to do something можно вот так сделать попросить кого-либо сделать что-либо используется предлог to ask somebody to do something number nine the teacher told me that i stopped that i stopped to stop talking teacher told me to stop talking the teacher told me to stop talking учитель сказал мне остановиться говорить после стоп мы можем использовать инфинитив здесь это гевундий то стоп токен это значит остановить действие а если он остановился чтобы поговорить смотрите как меняется иначе разница но мы сейчас не будем говорить ему нужно говорить чтобы поговорить to talk, he stopped to talk, but if he decided to stop talking at the lesson, so he stopped, he stopped talking, ok, so stop talking, he finished the action, and he stopped to talk, he stopped in order to talk, so to, чтобы, to, здесь означает, как чтобы поговорить, he stopped talking, если я использую не инфинитив, а использую герундий, то это значит прекращение действия, видите, в зависимости от того, использую ли я инфинитив, либо герундий, или герундий, меняется смысл предложения. I hope your job interview goes well. Don't forget to ask, asking, ask lots of questions. I hope, я надеюсь, your job interview, что ваше собеседование на работу, да, job interview, это собеседование на работу, goes well, пройдет хорошо. I hope your job interview goes well. Don't forget, не забудь, after forget, don't forget to do something, как бы, если мы говорим, что не забудь что-то сделать, то мы используем инфинитив. Don't forget to ask lots of questions. Не забудь спрашивать много вопросов, но если вы говорите о вашем прошлом опыте, и вы не можете забыть что-то, как вы там плавали на море, купались на море, то вы можете сказать I can't forget swimming in the sea last year, okay? I can't forget doing something, so you are talking about your memories, your memories. But if you want to say please don't forget to do it, не забудь это сделать, то используется инфинитив. Number 11. To shop online is boring. Shop online is boring. Shopping online is boring. You can't try anything on. То есть делать покупки онлайн это скучно, потому что ты не можешь ничего примерять. Try on — это примерять. Try on — примерять. Давайте я вам напишу try on — это примерять. Try on — примерять. So, shopping online is boring, потому что здесь у нас gerundi. Gerundi — это имеет характеристики и существительного их, и глагола, то есть что делание покупки онлайн, да, или что, или что делание покупания онлайн, да, онлайн покупки. Ну, вот это субъект, понимаете, shopping — можно также сказать reading is boring, shopping is boring, swimming is boring. Здесь gerundi может иметь функцию субъекта предложения, то есть это субъект предложения, это что, что. Мы можем просто сказать что shopping, что reading, что swimming, окей. Shopping online is boring. To shop online, I can't say to shop online is boring. It's not the best idea. To shop online is boring. It's bad to say shopping online is boring. Shopping online is boring. Shop online is boring, also, it's not a good idea, so you need to say only shopping online is boring. Number twelve. The policeman told me to drive so fast, not to drive so fast, not drive so fast. Полицейский сказал мне что-то не делать. Told me. Told me. И дальше, если я говорю отрицание, то я отрицаю инфинитив. Я не отрицаю основной глагол. Основной глагол будет сказал мне. Я могу отрицать сказал мне как бы. The policeman doesn't tell me. Не говорит мне. Или didn't tell me. Не сказал мне. Или won't tell me. Не скажет мне. Но после основного глагола идет инфинитив. И инфинитив отрицания не нуждаются в not в таких словах, как, например, don't, doesn't, will. Окей? Я просто говорю. The policeman told me not to drive so fast. Не ехать так быстро. Number thirteen. My boss doesn't let me. Мой boss не позволяет мне. My boss doesn't allow me. Doesn't let me. Drink coffee during meetings. To drink coffee during meetings. Drinking coffee during meetings. Doesn't let me drink. Окей? Because after that, you need to use the infinitive without to. Окей? То есть, если у вас есть глагол let. Let. То нужно использовать infinitive. 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 Without to. Without to. Оставь меня в покое. Да. Let me go. То есть, отпусти меня. Let me go. Вы не будете говорить. Let me to go. Если вы to скажете, это ошибка. Потому что вот это правило запрещает это делать. Let me go. Так. Двигаемся дальше. Number fourteen. She told me. She said me. She asked me that she was French, but she lived in Berlin. То есть, она сказала мне, что она была француженка, но она жила в Берлине. Смотрите, здесь у нас косвенная речь. То есть, ее прямая речь звучала так. Так. Я француженка, я живу в Берлине. Но так как мы трансформировали прямую речь в косвенную речь, то вышло у нас так, что она сказала, что она француженка. Мы не должны переводить, как она была француженка. Она жила в Берлине, как будто она сейчас не француженка. Или она сейчас не живет в Берлине. Я не могу так сказать. Почему? Потому что это, еще раз, это косвенная речь. И получается так, что она мне, например, вчера говорит, я француженка, я живу в Берлине. А сегодня я пришел, говорю своему другу Пете. Она сказала мне, she told me that she was French, but she lived in Berlin. Но она живет в Берлине. То есть, я буду переводить, как в настоящее время. She told me that she was French, but she lived in Berlin. Здесь я немножко неправильно перевел, but, но, да, но она живет в Берлине. She told me. Number fifteen, I'll help you. Я тебе помогу. Да, это прямая речь. Теперь смотрите, мне нужно сказать это в косвенной речи, потому что здесь написано, he said, он сказал, что он мне поможет. He said he, но will я меняю на would, трансформацию делаю, откат времен делаю, with откатывается до would. He said he would help me. He said he would help me. Number sixteen, I spoke to my boss. Я разговаривал с моим боссом. He said that he would speak to his boss. He said he had spoken to his boss. He said he speaks to his boss. То есть, я разговаривал с моим боссом. Что он сказал? Он сказал, что он говорил со своим боссом. Так как у нас spoke это прошедшее время, то я откат времен прошедшего времени делаю на past perfect. Вот здесь такого отката не произошло, потому что у нас был пассив. С пассивом я такого не делаю. When were you born, she asked him when he was born. Я не буду говорить when he had been born. When were you born, she asked him when he was born. Ты силен в математике? И дальше это прямая речь. Ты силен в математике? She told, she said, she asked if I was good at math. Так как это был вопрос, у нас есть вопросительный знак. Я могу сказать, что она спросила. Она спросила, she asked if I was good at math. То есть, are you good at math? Это present simple are. Здесь я меняю на past simple. Откат времен делаю, когда трансформирую прямую речь в косвенную речь. She asked if I was good at math. Видите, какие здесь трансформации. Здесь вообще уже не вопрос. Здесь вопрос, are you good at math? Но когда я спрашиваю, когда я говорю, она спросила меня, был ли я, то у них будет ли я был. Если мы переводим if как ли, как бы, да, то ли я был, if I was good at math. Был ли я, if I, if I, был ли я, это будет if I, if I was good at math. Number 18. I'm saving up, я коплю деньги, to buy a new laptop, for buying a new laptop, so I buy a new laptop. I'm saving up, to do what? To buy a new laptop. I'm saving up, to do something. To save up, to do something. So, I'm saving up, to buy a new laptop. Number 19. Can you ask the manager, ты можешь попросить менеджера, come and see us, coming and see us, to come and see us. Can you ask the manager to come? Попросить, что сделать? To come, прийти и увидеть нас. To come and see us. Number 20. I went online, finding out, for find out, to find out, what's on at the cinema tonight. То есть я зашел в интернет, чтобы что? Чтобы узнать, что по в кинотеатре сегодня вечером. I went online, to find out, what's on at the cinema tonight. To find out. So, number 20 is going to be to find out. Now, we're going to do number 1. So, tick the correct words for definitions A, B, or C. When you, for example, when you can buy things more cheaply. То есть, definitions – это определение. Когда вы можете купить вещи более дешевле. Это как называется? Sales, распродажи, bargains, выгодные покупки или discounts – это скидки. Okay. The first definition is to wear clothes in a shop before you buy them. To wear clothes in a shop before you buy them. It's to put on, to try on, to fit. To put on, надеть. To try on – это примерить. To fit – это подходить за размером. То есть, to wear clothes – это, наверное, примерить одежду. Можно походить, там, посмотреть в зеркало. Это try on. You can find books, but not buy them at this place. So, where you can find books, but not buy them. So, in the bookshop, you can buy books. You can't buy books in the library. All right? So, you can't books – you can't buy them in the library. Outlet store. It's not about books. So, the correct answer is going to be B. Number three. You need one of these. These. Yeah? So, we are talking about plural. You need one of these. If you want to refund. Sorry. If you want a refund for something you've bought. So, тебе нужно один из этих, если ты хочешь refund, возвращение денег for something, за то, что ты не купил. So, of course, if you want to refund, to get a refund, you need a receipt. Receipt – это квитанция. Till – это как бы касса, аппарат кассовый. Till. Price – это цена. Number four. When you look good in something you wear, it suits you, it fits you, it goes with you. When you look good – когда ты хорошо выглядишь в том, что ты носишь, it suits you. Оно тебе подходит по фасону, как бы, да? It suits you. Тебе идет, да? Fits – это только о размере. Мы говорим. It fits you. So, I bought, I have bought the new shoes and they fit me. Я купил новые шузы, и они мне идут по размеру. They fit me. Number five. You use one of these. Ты используешь одни из этих. Это множественное число. Много, да? One of these. If you have a lot of shopping. Если у тебя много покупок, да? Продуктов, там много вещей, которые вы купили. For example, in a supermarket. So, suitcase, trolley, basket. So, if you have a lot of shopping. Shopping means the things that you bought. You need a trolley. Потому что trolley – это тележка. Trolley. Suitcase – это чемодан. Basket – это кокзинка. If you have a lot of shopping. So, you need a trolley. B. Tick the correct end in A, B, or C to form the noun. So, we are going to try and form the noun. Suffixes we have. Attract. Attract – привлекать. Attraction – привлечение. Attraction. Attractment. We can't say it like this. If we have governed, for example. Govern – это управлять. Government – это government. Government – правительство. Manage – тоже управлять. Management – management. Attractness нельзя так сказать. Deliver – доставлять. Delivery – это доставка. Delivery – argue – это ссориться, касательно, спорить, касательно чего-либо. Когда мы дописываем суффикс, мы убираем букву «и». И у нас получается Agual – argument. Aguation – конечно, argument. Лучше сказать argument. Аргумент – это спор, касательно какого-то вопроса или какой-то проблемы. Attach – это как бы соприкасаться. Attach. Attach. Здесь будет attachment. Attachment – это вложение. Attachment – это вложение. То есть, когда вы отправляете email, вам нужно вложить картинку, например, к поздравлению, открыточку там с цветами, например, да. И это будет attachment. So you attach – вы добавляете, нужно добавить, закрепить, да, закрепить, и оно будет закреплено. Attach – это как бы соприкасаться, вот такое значение имеет, соприкасаться с чем-либо. Attachment – это вложение, соприкосновение с email, какое-то вложение, какой-то файлик, файлик, например. Response – это ответ. Response – только response пишется вот через букву i. Здесь – responsation, response, responsement, response. Вот ответ – response. Так и будет. Response – ответ. Complain – это жаловаться. Complination – complainment, complaint. Жалоба будет complaint. Просто букву кути дописываем и получается жалоба. Complaint, complaint, complaint. Achieve – достигать, achievement – достижение. Да, achievement – достижение. Все другое, оно вообще не работает здесь. Explain – это объяснять. Explain. Explain it to me. После explain-а используется глагол to. Explain it to me. Explain it to him. Explain… Подождите, explain – вот так пишется. Да, и не нужно. Извините, пожалуйста. Explain пишется вот так. Explain – объяснять через букву i. И здесь не нужно. Это я забыл уже. Explain. Но если объяснение будет explanation. Объяснение explanation. Explanation. Compense. Типа компенсировать. Compense. Compensement. Compensation. Слова, которые говорят о работе. Work words. Work words. Like, you need good qualifications to get that job. Тебе нужна хорошая квалификация, чтобы получить ту работу. To get – это получать, доставать, становиться, делаться кем-либо, чем-либо. To get – получать здесь. To get that job. Чтобы получить ту работу. That – означает ту. Или эту – тоже может означать. Number 14. Abrils just had – this has. Апостровка, потому что has just had – только что имел. A resignation, qualification, promotion. She's a senior manager now. So here we have a question mark. And we are saying that, wow, Abrils just had a promotion. То есть его повысили по службе. Promotion. My current job is temporary. Моя текущая работа – она временная. I'm looking for a permanent, full-time, part-time job. Permanent job – как бы постоянная работа. Потому что есть permanent и temporary. Временная работа и permanent – постоянная работа. Работа может быть временная и на ставку – full-time job, и на полставке – part-time job. Но она temporary, она временная. А вот я ищу permanent, permanent job. Maybe I'm going to get a full-time job. Возможно, на полную ставку я получу работу. Maybe I'm going to get a part-time job. На полставке я работу получу. I don't know. But my current job is temporary. I'm looking for a permanent job. Number 16. That new company looks great. Та новая компания выглядит просто замечательно. I'm going to work, apply, resign for a job there. So, if that new company looks great, I'm going to apply. Подать заявление, чтобы получить ту работу. To apply. То есть отправить резюме, например. Это apply называется. Apply for a job there. Подать заявку, как бы, to apply. Number 17. It's a full-time job, it's a part-time job, it's a temporary job. I only work three hours a day. Если only work three hours a day, то это part-time job. Работа частичная занята, то есть работа на полуставке. Part-time job. Number 18. In the UK, most men retire when they are 65, resign when they are 65, are self-employed when they are 65. So, in the UK, most men retire, уходят на пенсию, resign, resign. Это уходят, бросают работу с поста, то есть resign. Они не могут работать, там resign. Все. Resign, resignation, то есть уходят в отставку, как бы, resign. А self-employed, самозанятые. Лучше подходит, мне кажется, retire, уходят на пенсию. Number 19. Juan wasn't happy in his job. So he retired, was sacked, resigned and found another one. So was sacked. Это он был уболен от слова сэк. Мешок, когда раньше давным-давно работал работник на кого-то, и он жил у хозяина, там, ну, не жил у хозяина, а оставлял именно мешок с инструментами у хозяина, да, и когда его увольняли, то ему давали этот мешок с инструментами назад, чтобы он забрал домой. Все, спасибо, не нужны ваши услуги, вы уволены. Вот ваш мешок, до свидания. Поэтому с этого, ну, так и называется, was sacked. Так образовалось это слово, was sacked. Juan wasn't happy in his job, so he resigned and found another one. Я не могу использовать retired, потому что retired – это он ушел на пенсию, то есть ему не нужно искать работу, он на пенсию ушел. Зачем ему found another one? Значит, resigned. Он уволился и нашел другую работу. Number 20. Diana's company was doing badly, and she was made retired, redundant, resigned. То есть если компания, что не лады были в компании, Diana's company was doing badly, and she was made, be made redundant. Это часто. Она попала под сокращение. She was made redundant. She was made redundant. Она попала под сокращение. Now we're going to have pronunciation. Which word has a different sound? То есть какой отличительный звук в этих словах? Waiter, explain, certain. Эй, this is Эй, explain Эй, а this is certain. Тен, ин, certain. So the correct word would be certain. This word has a different sound. Number one. Paid, chair, fair. Paid, Эй. Chair, Эр. Fair, Эр. So, paid. I'm going to choose paid. Obtain, painting, questionnaire. Obtain, Эй, pay, Эй, questionnaire. So here we have questionnaire. Number three. Email, said, complain. We have email, Эйл. Complain, Эй. And here we have said. So it's going to be said. Train, Эй. Air, airline, Эр. Эр, airline, repair, Эр. So we are going to have train, Эй. Train, train. Number five. Claim, bargain, certain. Claim, bargain, certain. So, claim, bargain, certain. So, claim, claim. It's going to be claim. All right. Now, number six. Over time. Over time. Over time. So the correct answer would be overtime. Retirement. 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 Here we choose the second word for the first, second, third, fourth. Permanent. Permanent. Беговый слог. Permanent. Qualifications. Qualifications. This ударение на occasions. Qualifications. Your qualifications. The things that you acquired at university. Just if you are qualified as a doctor. So you have certain qualifications. Yeah. You have certain education. Number ten. Redundant. Redundant. It's the one that fell into a decrease. Как вот здесь у нас есть. She was made redundant. Она попала под сокращение. Итак, друзья. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайки. Подпишитесь на канал. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. 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 Пока-пока.